Пойти по грибы, по ягоды, подышать свежим воздухом или просто выбраться семьей на природу. В пожароопасный период это не всегда доступно. Вводятся различные запреты и ограничения, контроль за которыми выполняют сотрудники лесхоза. Для этих целей в лесхозах устанавливаются шлагбаумы, на которых размещаются предупреждающие таблички о том, что высокий класс пожарной опасности, въезд транспортных средств запрещен. Также на интерактивной карте Министерства лесного хозяйства обновлена информация о том, что по районам введен запрет или ограничение, либо они отменены. Несмотря на информирование и профилактику, людей в лес так и манит. Специалисты отмечают, нарушений в период запрета и ограничений много. В основном, правда, обходится без серьезного ущерба фонду. Все-таки для возникновения пожаров, какие должны сойтись факторы вообще, в принципе, почему они появляются в лесу? Все пожары в лесном фонде происходят при одновременном совпадении трех факторов. Это наличие горючего лесного материала, наличие условий горения и наличие источника огня. Исключив один из этих факторов, лесного пожара не может быть. Если фактор горючего материала и погодных условий невозможно исключить, то с третьим дела обстоят совсем иначе. Способов контроля за посещением и разнообразными нарушениями насчитывается много. Один из таких – установка фотоловушек. В Бобруйском лесхозе их 24. Устанавливаются они, как правило, целенаправленно, отрабатывая какое-то мероприятие. То есть, либо это выброс мусора в неустановленных мест вокруг населенных пунктов, либо это с целью охраны складируемой древесины, которую заготавливает лесхоз, либо это с целью контроля заезда транспортных средств. Нарушил – неси ответственность. Пренебрежение правилами обычно обходится разъяснительными беседами и незначительными санкциями, но в иных случаях может ударить по карману. Административная ответственность предусмотрена статьей 16.21, часть 1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Ответственность до 12 базовых величин. Когда ограничения и запреты сняты, на природу можно выбраться без каких-либо препятствий. Несмотря на это, о безопасном нахождении в лесу не стоит забывать. Спасатели напоминают перед тем, как посещать лес, оповестите своих родных, родственников о намерении и маршруте приблизительно. Также возьмите с собой в лес необходимые вещи, такие как воду, еду, спички и по необходимости лекарства. Одевайтесь ярко, защищенно. Если вы вдруг почувствовали, что заблудились, ориентированно вам могут служить тропы, железная дорога, линии электропередач и звуки. В случае, если вы почувствовали, что не можете самостоятельно выбраться, набирайте спасателем по телефону 112. Соблюдайте спокойствие, никуда не двигайтесь и слушайте рекомендации диспетчера. В первую очередь вводимые ограничения направлены на охрану окружающей среды. Еще до наступления лета в Бобруйском районе произошло пять лесных пожаров. Важно помнить, риски есть всегда. И для их минимализации стоит придерживаться установленных правил и предписаний. Роман Костюков, Дмитрий Шевцов, Максим Калинин, Бобруйск, 360.